МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился со сборной России по мотоболу в преддверии чемпионата Европы. Имея такой холодный рассудок, сможете добиться этой победы, как и прежде. Очередные публичные слушания по преобразованию муниципалитета в округ. Вот эта форма, которая сейчас предлагается, она наиболее эффективная. Воспитанники досугового центра юность написали картины на открытом воздухе. Ваза у тебя заваливается, конечно, забык. Поровнее. У тебя есть простой карандаш? Сборная команды России по мотоболу готовится к отъезду на чемпионат Европы 2019 года. По традиции, члены команды и тренерский штаб встретились с главой муниципалитета. Валерий Венцель заверил спортсменов, что жители Ленинского района будут болеть за нашу команду. Остальные подробности расскажет Максим Козлов. На протяжении нескольких лет сохраняется эта традиция за чашкой чая собраться за большим столом и поговорить о предстоящем чемпионате Европы. Впрочем, настрой и у команды, и у главы района тоже остается с годами неизменным. Только победа, только самый главный трофей. Я абсолютно уверен, что ничто не дрогнет у вас, что вы всегда, имея такой холодный рассудок, сможете добиться этой победы, как и прежде. При хорошем настрое, при поддержке, которую мы всегда оказывали и оказывать будем впредь нашей команде «Металлург», мы добьемся хороших результатов. В прошлом году чемпионат Европы принимала Россия. Тем приятнее была победа нашей сборной. В году нынешнем наши спортсмены отправляются в немецкий город Мерш на юге Германии. На встрече с главой муниципалитета капитан сборной Владимир Сосницкий пригласил Валерия Венцеля посмотреть игру, как говорится, живьем. Большое спасибо еще раз вам. Ну, если время есть, как всегда, я вам скажу, прилетайте на финал. Виза сейчас без проблем делается. 22 числа будет, 8 часов вечера. Рады будем видеть вас. Семен Халин – игрок команды «Колос» из Старопольского края. В этом сезоне он впервые поедет на чемпионат Европы в составе российской сборной. Недавно завершился Кубок России, где Семен показал отличные результаты. Именно эти соревнования он считает лучшей подготовкой к международному турниру. Недельное соревнование, каждый день игры были тоже тяжело. Ну, мы подготовлены, я скажу, настроены. Не слабо после такого, как говорится, турнира. Будем стараться ехать в Германию. Ну, меня не пугает, честно, чемпионат Европы после наших соревнований. Это будет уже 33-й по счету чемпионат Европы. Российская команда по мотоболу 24 раза становилась победителем международного первенства. А потому и глава, и все собравшиеся даже мысли не допускали, что россияне не выйдут в финал. Спасибо администрации и главе, что вселяет нас уверенность и сам верит в то, что мы наверняка будем играть в финале. И я в этом тоже уверен. Первая игра российской команды состоится 16 июня в 3 часа дня. Наши спортсмены сразятся с мотоболистами из Франции. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Житель Ленинского района, воспитанник досугового центра «Юность» Исхак Рамазанов, стал чемпионом мира по кунг-фу файтингу. Большие соревнования проходили в столице Армении в Ереване. Порядка 300 спортсменов из 17 стран приняли участие в Кубке мира по кунг-фу, который прошел 8 и 9 июня. Исхак Рамазанов привез в соревновании две золотые медали и главный кубок. Наш мобильный репортер встретил чемпиона в аэропорту Домодедово. Также туда отправились Артур Варданян, который прилетел чуть раньше. Родные, друзья, сотрудники досугового центра «Юность». Первым Исхака поздравил, конечно же, тренер, который считает эту победу очень важной в становлении молодого спортсмена. Первый бой был с Беларусом, второй с Тайваном и третий в финале встретились с грузинским представителем. Все бои выиграли по очкам, не было досрочной победы. Все успешно, самое главное, без травм. Я очень горжусь данным результатом, как бы мы к этому долго стремились. Как мама-то все это пережила? Я переживала, очень нервничала. А верили? Верила, конечно. Исхаку Рамазанову 16 лет. Кунг-фу занимается три года. Он чемпион России, а теперь и чемпион мира. Поздравляем спортсмена с этим новым званием и желаем новых достижений и ярких побед. В Ленинском районе подходят к концу общественные слушания, посвященные вопросу преобразования муниципалитета в городской округ. О том, как встретили реформу жителей Молоковского сельского поселения, расскажет Екатерина Коваленко. Сотни жителей Молоковского сельского поселения собрались в Доме культуры «Буревестник», чтобы принять участие в общественных слушаниях. Встреча приурочена к реформе по преобразованию района в городской округ. Первым словом взял глава муниципалитета Валерий Венцель. В первую очередь централизация власти, централизация принятия решений, скорость принятия решений. И, конечно же, самое основное – это единый бюджет. Единый бюджет, который позволит равномерно развивать территорию нашего муниципалитета. Границы не стираются. Образование округа будет происходить именно в границах Венцельского муниципального района. Сбалансированное развитие, единые правила благоустройства, общий подход к налоговой политике – вот веские доводы за городской округ. Заметно сократится чиновничий аппарат на местах, и только это позволит сэкономить около 150 миллионов рублей в год. Останутся в нашей казне еще 170 – излишки в бюджетах трех поселений, которые сейчас по закону уходят в область. Важным плюсом станет фиксированный тариф на проезд в общественном транспорте по всему округу. Высказаться навстречу ему каждый желающий. Подражая беспокойность, что при объединении в городской округ мы можем потерять, так сказать, те надбавки сельские, лишиться этих льгот. 25% надбавка за условия работы в сельской местности сохраняется. Это можно на простом примере проверить, если уточнить нормативы, которые существуют в уже созданных городских округах на территории Московской области. Здесь никакие льготы не уменьшаются, их никто не может уменьшить. Единение царило в зале Дома культуры, и жители Молоковского поселения выступили за преобразование в округ. Таким образом, Ленинский район становится последним муниципалитетом, который завершает эту реформу в Подмосковье. Присутствовавший на слушаниях депутат Московской областной думы Владимир Жук считает, что для всех нас это уверенное движение вперед. Она уже началась несколько лет назад, и мы увидели, что вот эта форма, которая сейчас предлагается, она наиболее эффективная. Мы увидели на тех округах, которые уже работают давно, результаты, которые были до и которые сейчас. Поэтому можно смело говорить, что преобразование муниципального района в городской округ – это современный шаг. Что касается названия округа, то в приоритете два – Видное или Ленинский. Пока же этот вопрос открыт для обсуждения, и по заверениям властей будет услышан голос каждого. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этот же день общественные слушания состоялись и в городском поселении Горки-Ленинские. Встреча с жителями прошла в школе номер 11. На общественном мероприятии побывала Татьяна Брылова. В актовом зале школы номер 11, похоже, собралось все поселение Горки-Ленинские. И это неудивительно, ведь на повестке дня важный вопрос – станет ли Ленинский район городским округом? Несмотря на то, что многие уже хорошо проинформированы в данном вопросе, глава муниципалитета в очередной раз рассказывает о преимуществах преобразования в городской округ. Отметив, что Ленинский район к этому решению пришел осознанно, изучив опыт других муниципальных образований Подмосковья, которые уже несколько лет работают в данном формате. Обсуждаемый вопрос об объединении городского округа – это вопрос в первую очередь связан с системой управления территорией, не более того. Валерий Николаевич привел несколько простых примеров в пользу создания округа. Все они касаются жизнедеятельности муниципалитета и каждого его жителя в частности. Те же самые ремонты подъездов, которые мы не можем вовремя начать. Некоторые муниципалитеты являлись городскими округами, еще с февраля месяца запустили данный проект, данную программу. Только лишь потому, что у них есть централизованный бюджет, они могут им распоряжаться. Единый бюджет позволит исправить финансовую несправедливость, подчеркнул глава муниципалитета. Если сейчас в год в Видном благоустраивается примерно 15 дворовых территорий, то в поселениях это число меньше в разы. Я считаю, что мы рачительно должны подходить к нашим деньгам, которые собираются на территории, и экономить каждую копию. Этими словами Валерий Венцель подытожил свое выступление, после чего его место занял первый заместитель главы районной администрации Дмитрий Волков. Он ответил на вопросы, которые жители поселения Горки-Ленинский задали до начала встречи. Как повлияет образование округа на застройку многоквартирных домов? Всегда звучит такой вопрос. Хочу сразу предречь. Он, в принципе, сыграет только в лучшую сторону единая строительная политика. То есть будет единый генеральный план, единые правила землепользования и застройки. На встрече многие жители поселения высказались в поддержку городского округа. Среди выступающих были уважаемые люди. Сергей Владимирович Прозоров, руководитель общественного совета поселка, который располагается на территории бывшего военного городка Петровская, высказал пожелание. Я теперь представляю сельский населенный пункт без названия. Да, действительно, это правда. Сельский населенный пункт поселок есть, а названия еще не предали. И в нем есть куча проблем, которые в четыре года не решались. Поэтому новому городскому округу я желаю, чтобы в новой административной структуре они решались лучше, чем они решались в старом. Валентина Фролова из деревни Петрушина, проникнувшись идеей объединения в округ, даже стихи написала. Объединився в округ, чтобы сяло лучше все в округ. Ведь в единении есть сила и детстве счастье человека. В конце мероприятия взял слово священник Дмитрий Довбыш, который также поддержал инициативу главы района и предложил после всех официальных процедур по преобразованию района в округ благословить административную команду на активную работу во благо жителей. Татьяна Брылова, Александр Будников, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ. Вниманию водителей! В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к Дню России 12 июня 2019 года, с 9.30 до 10.30 утра по маршруту пробега спортсменов и жителей города Видное, ЗАГС, Советская площадь, направо по улице Школьной, улица Садовая, Зеленый переулок, стадион Металлург, будет перекрыто движение автотранспорта. Уважаемые водители, заранее выбирайте пути объезда. Воспитанники досугового центра «Юность» приняли участие в пленэре, который проходил в музей-заповеднике Горки-Ленинске. Затем, как ребята создавали свои первые пейзажи, понаблюдала наша съемочная группа. 20 ребят, ежедневно посещающих разнообразные занятия в досуговом центре «Юность», на этот раз приехали в музей-заповедник Горки-Ленинске для того, чтобы рисовать пейзажи. От классического пленэра занятия отличались только тем, что многие из юных живописцев совсем не умеют рисовать, но хотят. Поэтому организаторы решили сделать для них мастер-класс и пригласили настоящего художника. Мастер-класс организаторы решили провести в одном из самых живописных уголков Ленинского района, около музея-усадьбы Горки-Ленинские. Ребята сами могли выбрать, что конкретно рисовать. У художников правил нет. Мы рисуем, что хотим и как хотим. Дети самостоятельно выставляли мольберты к тем местам, которые они хотят нарисовать. Кто-то рисует у нас пруд, кто-то рисует деревья, кто-то рисует непосредственно саму усадьбу. Ребята рисовали карандашами, фломастерами и пастелью. А педагог-художник Ирина Волконская подсказывала, направляла и давала советы, помогая создать маленький шедевр даже тем, кто совсем не силен в живописи. Места эти для ребят знакомые и любимые. Одни раз бывали тут на экскурсиях, а на днях ходили сюда в поход, где многие приметили для себя, что будут рисовать сегодня. Мы бережем культуру нашего края, Ленинского района, всегда им рассказываем про наши места, они знают полностью историю нашего края, на любой вопрос ответят. То есть попутно, находясь с ними на природе, мы рассказываем, в том числе про этот музей, они знают все. Десятилетняя Даша Петрановская не новичок в живописи. Для своего пейзажа она совершенно осознанно выбрала пастель. В ней много оттенков и получается, ей можно размывать и можно обводить. Мне она нравится больше. А Миша Макаров решил нарисовать ротонду, расположенную неподалеку. Хоть с этой точки она и не просматривается. На вопрос, нравятся ли ему такие занятия, ответил утвердительно. Воздух свежий, прохладный. Лучшие пейзажи вскоре отправятся на выставку, посвященную 90-летию Ленинского района, которой воспитанники и сотрудники досугового центра ЮНОС сейчас активно готовятся. Екатерина Борисова, Александр Буйников, Ольга Садовская, Фитнэй ТВ. 12 июня мы отметим День России. Накануне юные видновчане стали участниками танцевального флешмоба, приуроченного к национальному празднику. Ребята из лагерей дневного пребывания собрались у кинотеатра «Искра» и все вместе исполнили танец под песню о России. Общий танец задал настроение предстоящему празднику, который в нашей стране отмечается с 2002 года и стал уже народным. И о погоде. 12 июня в День России будет ясно, до 29 тепла. К вечеру возможен небольшой дождь, температура опустится до плюс 12. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.